Калмыцкий кавалерийский корпус, вооруженное формирование, принимавшее участие во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, был создан после оккупации территории Калмыцкой СССР летом 1942 года и обладал тем же статусом, как и другие национальные вооруженные формирования вермахта. Позже корпус был переименован в Калмыцкое соединение доктора Долля. Мало исследованной темой является участие под знаменами германского вермахта военных, восточных легионов и казачьих частей, состоящих в основном из добровольцев. Среди них выделяются отменные бойцы, лихие наездники, калмыки. Страница этой в истории калмыцкого народа еще не написана открыто и глубоко. Даже современная энциклопедия «Отечественная история» 96-го издания не дает об этом ответа. Кто же они были? Изменники, изгнанники или жертвы большевистского террора? Склонные к воинскому промыслу калмыкии, кочевники издревле нападали на соседние царинские земли, колонии волжских немцев-переселенцев, села донских казаков. В то же время обладали дипломатической гибкостью, торговали и дружили с ними. Не выдержав притеснений русских властей, огромная масса калмыков откочевала шволжских просторов в пределы Китая. Но десятки тысяч кибиток остались под властью астраханского генерал-губернатора Беккитова. Они участвовали стремя в стремя с донцами в войнах Российской империи, охраняли ее рубежи. В смутном 1917 году решили калмыки получить статус вольного российского казачества, чтобы можно было отстаивать свою национальную самостоятельность. Калмыцкое казачье войско возглавил деятельный князь Данзан Тундутов. Стратегию большевиков об экспорпиации и совместном ведении хозяйства калмыки скотоводы отвергли, ведь на душу населения приходилось почти 100 голов скота. Первое антисоветское восстание казаков и калмыков в Астрахани 12-15-18 года под руководством атамана Бирюкова и князя Данзана Тундутова было потоплено красным в крови. ЧК активно уничтожало казаков-офицеров и особенно калмыков. Данзан Тундутов, войсковой атаман калмыцкого казачьего войска, офицер российского генштаба дворянин был в годы гражданской войны активным участником Белого движения в Нижнем Поволжье. В марте 1918 года красные разбили его отряд у села Червленое Волгоградской области, а усадьбу князя разграбили и сожгли. Кровавая резня гражданской щедро выкосила сынов степей. Калмыки, самоотверженно прикрывая крымскую эвакуацию российской интеллигенции, понесли серьезный урон. Многих пленных казаков и калмыков красные просто утопили, привязав к ногам их же весь мешки, набитые камнями. Еще в 80-х ходили рассказы, что водолазы видели скелеты, стоящие на дне в ислевших мундирах с георгиевскими крестами. Однако часть калмыков эмигрировала за границу, лелея надежду вернуться в края предков в лучшие времена и образовала там свои диаспоры. В 1930 году из-за невыносимых условий коллективизации назрел новый мятеж в Калмыкии. После ряда поражений в этот раз Красной армии удалось расправиться с восставшими. Тысячи калмыков были депортированы в сибирские и карельские лагеря. Во Второй мировой войне командование Третьего рейха стремилось привлечь к борьбе против Союза СССР национальные меньшинства, используя их ущемленные интересы, попранное национальное достоинство и самобытность. Всего на службе вермахта в войсках СССР и полиции участвовало полтора миллиона перешедших к нацистам советских граждан. Среди подавляющего большинства русских были 280 тысяч лиц кавказских и тюркских народов и 70 тысяч казаков. Калмыкии же составляли отдельный военизированный корпус из трех тысяч отменных бойцов из Калмыкии и столько же из калмыцкого белого эмигранта. Осенью 1942 года при приближении нацистов калмыцкие части из советских сил были брошены против бронетехники врага. Тем временем местные советские власти массово отбирали скотину у населения и переправляли ее на восток. Калмыцкие бойцы на передовой получали тревожные письма от родных, что изъято у них, вся скотина и есть вообще нечего. Это обстоятельство вынуждало многих военнослужащих возвращаться домой для защиты своих семей. Калмыкии было оккупировано восемь улусов из тринадцати. В ее столице Элисте после эвакуации советских органов управления и до прихода нацистов местные лидеры антисоветского сопротивления создали национальный комитет. Заняв Элисту, немецкое руководство признало эту власть, и оно пользовалось не один месяц правом на религиозную, политическую и национальную автономию. В Элисте во главе городской управы стояли Цуглинов и Трубу, генерал-майор Хайнрице. Здесь же признал население идти к ним на службу, сформировал из них и пленных красноармейцев калмыцкий каваллийский эскадрон. Дела пошли настолько удачно, что через пару месяцев на стороне гитлеровцев сражалось уже четыре боевых эскадрона калмыков. Командование ими осуществлял немецкий штаб под руководством зендерфюрера Рудольфа Вербы. Воронин отмечал появление немецких диверсантов-парушутистов именно в калмыцких просторах и в казачьей излучине Дона. Он отмечал, что чекисты задерживают сотрудников разведывательно-диверционного органа Рецеппелин, заброшенных немцами в тылы Калмыкии, в Астрахань для совершения диверсии на оборонных объектах и железной дороги. Среди арестованных было немало татар-калмыков. Причины перехода калмыков на службу к немцам просты и очевидны. К этому подталкивали огульные сталинские репрессии, когда в Калмыкии подвергались ссылкам и расстрелам сотни священнослужителей и страдали их семьи. Родичи рушились в храмы праотцов. Еще в 1934 году партийные власти в западном Лусе заявили, будем уничтожать религию, хурулы и духовенство. Принудительные меры коллективизации, оскорбленное чувство национальной культуры, традиций и достоинства калмыков. Помимо записавшихся в ККК в Калмыкии, корпус пополнялся калмыками из калмыцких диаспор, как было сказано, заброшенных вихрем гражданской войны во Францию. Болгарию, Сербию, так Балинов Шамба из знатного рода обосновался после гражданской в Праге и Париже, был преданным деньм калмыцкого единства, появился в Донских степях, активно формировал боевые отряды из калмыков для борьбы с антинародной политикой сталинизма. Невзирая на поражение, двинулся с войсками в Германию, прихватив с собой немало земляков. Жизнь его оборвалась трагически. Весной 1943 года калмыцкие эскадроны охраняли побережье Черного моря под Керсоном, создавались их новые отряды. Пять эскадронов калмыков действовали в советском тылу в виде партизанских отрядов, они были незаменимыми разведчиками. На Южном фронте штаб партизанского движения зафиксировал 628 случаев задержания калмыками советских разведчиков на участке 51-й армии. Все они были преданы Абверу. От опыта калмыцкой кавалерии содрогала земля и население, ведь корпус их 3600 бойцов при 4600 лошадях, изрядно вооруженный с танковыми и ручными пулеметами, минометами, представлял весьма мобильную силу. В жестоких боях против Красной армии калмыки наносили большой урон врагу и никогда не сдавались, в отличие от других военных национальных легионов. Не было ни одного случая перехода калмыков со свастикой на сторону противника, отмечают современные исследователи. К моменту немецкого отступления насчитывалось 10 калмыцких эскадронов. При отступлении немецких войск немало калмыков, избегая репрессий, за сотрудничество с оккупантами ушли за границу. Потомки их живут ныне в Италии, Хорватии, многие осели в США. Оставшиеся плакали от радости, что будут спокойно жить на земле предков, ведь в ночь на 1 января 1943 года Элиста была освобождена. Но затем пришлось рыдать и страдать десятилетиями всему калмыцкому народу без вины виноватому. В декабре 1943 года советское правительство издало беспощадный, неведанный всем даже на сегодня указ. Читаем, в период оккупации немецко-фашистской захватчиками территории Калмыцкой ССР многие калмыки изменили родине, вступали в организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной армии, придавали немцам эвакуационный из Ростовской области Украины колхозный скот. А после изгнания Красной армии оккупантов организовали банды и активно противодействовали органам советской власти и совершали бандитские налеты. Всех до единого калмыков, проживающих на территории Калмыцкой республики, вывезли в трудовые лагеря и поселения Сибири, Алтая, Казахстана, Киргизии и Урала. Эта операция проводилась под личным наблюдением Берии. Нужно было подготовить невиданное число эшелонов, когда вовсю шли военные сражения, 46 составов по 60 вагонов, каждый для высылки калмыков за четыре дня с 27 по 30 декабря 43-го. Операция была рассчитана по часам. Первыми в Улусы прибывали войска, хотя изгнанники то состояли в основном из женщин, детей, стариков. Сочувствующие калмыкам шептали «Сошлют вас, уходите». Люди не верили, ведь большая часть мужчин, более 40 тысяч бойцов, воевала в рядах Красной армии и воевали не менее самоотверженно. Удар по ним последовал после Дня Победы над Германией. Теперь уже подемобилизованным калмыкам, военнослужащим Черзанского рядового состава им запретили возвращаться домой на территорию бывшей Калмыцкой республики, Сталинградской и Ростовской областях, направляли к местам принудительного расселения их семей и родственников. За что спрашивается? Путем выселения калмыков освобождалось жилье, земли для огромной массы инородцев. Изымалось большое количество скота, решался и вопрос по пополнению трудовых ресурсов в сибирских краях за счет привоза дешевой рабочей силы калмыцкого народа. Депортированных на новых местах ожидала невыносимая жизнь, так как заранее об их условиях не было проявлено никакой заботы. Берия признавался в письме Микояну в 1944 году. Прошел год после прибытия изгнанников, они были поставлены в чрезвычайно трудные санитарные условия проживания. Большинство из них не имело ни жилья, ни одежды, ни обуви. Прошло еще два года, НКВД сообщает 30% калмыков, способных работать не работают, потому что у них нет обуви. Каков же итог? Повалила смертность. Из 93 тысяч высланных, по зарубежным данным, 134 тысяч калмыков, уже через два года насчитывалось в спецпоселениях лишь 70 тысяч человек. Особенно гибли дети. До 1957 года многие от лишений так и не дожили. За время ссылки число калмыков уменьшилось на 40 тысяч человек. Это 40% от общей численности населения. Это не что иное, как умышленное уничтожение наций. Геноцид, который длился уже более ста лет. 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов. Обширная информация о депортации калмыцкого народа представлена в многотонном сборнике рассекреченных документов «Ссылка калмыков», как это было. И читать их очень тяжело. И, как резюме, калмыки бились с большевизмом за свое право жить. Однако этот человеконенавистнический режим ответил массовыми убийствами и ссылками калмыков «Есть ли у кого-нибудь право обвинить некоторых сыновей народа в переходе на сторону врага?» Нет, не из-за малодушия, а чтобы отомстить тем, кто лишил их родины, семьи, друзей имущества. Такова трагедия и боль калмыков. Таковы суровые уроки истории, которые мы должны помнить и сегодня. С уважением. Команда канала ЗАНОНЛАЙНИК. Субтитры создавал DimaTorzok